Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Елена. Это Юго-Восток Белоруссии. Сегодня опять тема пойдет о розах. Я нахожусь на своей даче, и у нас началась долгожданная первая волна цветения. Вот перед вашим вниманием представлена розочка Дэвида Остина, кровь принцесса Маргарет. Вот. Роза потрясающей красоты. Конечно, не все еще розы полностью раскрыты. Некоторые розы стоят еще в бутонах, некоторые только-только набирают небольшие огорошины. Но в первую очередь в моем розаре стартуют всегда англичанки. Это я уже заметила не первый год. Эта розочка с огромной силой роста. У меня в саду ее высота более 2,5 метров, очень широкая. Она имеет потрясающий аромат и очень-очень красивую самую расцветку. Вот, посмотрите, вашему вниманию представлена роза принцесса Анна. Она полностью еще в бутонах вся. Даже не видно, что бутон еще окрашен. И многие-многие розы в розариях точно так же показывают себя. То есть неравномерно. Вот на заднем плане видно, светет уже компеш плетистая роза. Она у меня молодая. Даже уже первые бутончики, можно сказать, что и отцвели. Но вообще, конечно, буквально через какую-то неделю, полторы, будет полный взрыв цветения в розарии. Жду, конечно, с нетерпением. Вот эта розочка Вильям Кристи. Я ее делала пересадку осенью. Как раз-таки убирала эту розу. Она рядом была посажена скромной принцессой Маргарет. Замечательно зиму перезимовала. И, как видите, уже начинает также свое первое цветение. Вот полностью окрашенные бутоны. Монстед Вуд. Денечек-два. И тоже все раскроется. Айсвогель. Еще бутоны небольшие. И даже не видно, что будет окраска. Винтила. Винтила у меня почему-то это шраб. Но высота, она мне не дает высоту, как должна быть у шраба. Малышка. Еще посмотрим, как она дальше будет в течение сезона себя показывать. Еще разочек вашему вниманию представлена кровная принцесса Маргарет. Замечательная роза. Хоть, конечно, она недолго держит свой цветок. Но роза чудесная. Очень ароматная. Очень. Такая аристократка. Быстро нарастает. Но я сохраняю в этой розы всю длину побега в зиму. Стараюсь сохранить. И в этом году я ее поставила на арочку. Посмотрю, буду анализировать. Если что, буду, конечно, ее так вести. Надо, конечно, будет мне немножко разрядить куст. Потому что куст достаточно густой. С этой стороны также стартуют англичанки. Джейнс Галвей. Вот он уже полностью, практически раскрыл также свои бутоны. Будет обильнейшее цветение. Хорошее. Но неравномерно. Неравномерно. В розариях розы идут. Одни только закладывают. Вот это Гертруда Джекел. Тоже полностью уже раскрытая стоит. Красавица. С красивейшим расцветкой. С потрясающим ароматом. Роза замечательная. Интересное сложение цветочков, как у всех английских роз. Это Бенджамин Бриттон. Еще даже не окрасила свой бутон. Вот в моем розарии все. Это также розочка Дэвида Остина. Она у меня не очень высокая. Посажена на переднем плане. Так же, как и все розы английские, источают прекрасный-прекрасный аромат. Прям таких духов прекрасных, замечательных. Это вот просматривается Барокк Роза. Вот-вот лопнут бутоны Транквилити. Это еще в бутонах полностью вся стоит Митсаммер. Так же вот в бутонах Абрахам Дербин. Уже вот-вот они уже немножко окрашены. Луис Клемент. Здесь у меня в основном массивы посадок английских роз. Вот просматривается издалека Компешн. То есть розы некоторые уже раскрытые, лопнутые бутоны. Здесь две сахары огромных. Бутоны некоторые чуть-чуть начинают окрашиваться. Некоторые уже окрасились. Сейчас пройдемся потихоньку, покажу все остальные розы. Вот на арочке с этой стороны видна кровь принцесса Маргарет. Еще немножко раскроются заборы все. Здесь кустовая Розариум Ютерсон. Над ней лагуна. Вот розовые бутоны. В ножках Боттичелли. Вот эта огромная напироголероза Пьер де Рансар. Тоже немножечко еще и остается. Она будет раскрываться. Аспирин еще в бутонах. То есть видите, как все не... Это Амадеус. Вся она вот в бутонах. Вот-вот она раскроется. Уже видны хорошо окрашенные бутоны. Кроме принцесса Маргарет, конечно, красавица. За ней вот слева просматривается Джеймс Галвей. И, конечно, розы надо кормить, надо обрабатывать и надо им помочь. Вот здесь у пруда Анжела раскрытая уже практически. Тут набирают силу и мощь тоже еще розы другие. Но там буду делать другие выпуски. Сегодня буду делать подкормку одновременно с обработкой от вредителей. Потому что очень много посмотрела листовертки. Буду делать обработочку баковой смесью. Сейчас все покажу и расскажу. Еще так немножко покажу сад. Здесь тоже розочки начинают. Бутоны. Все в бутонах. Абсолютно. Столько мошкары. Просто невыносимо. Все в бутонах. Это огромный куст букет парфе. Валертонут холд. Шарифа Асма моя любимица. Хайди Клюм. Это спрейки. Они еще только-только закладывают свои бутоны. Рядом тоже. Фишерман Френд. Вот он в этом году рванул. Прямо с такой силой. Высота уже примерно где-то метр двадцать. Хороший. Будем кормить сейчас наши розочки. Я сегодня фунгицид добавлять не буду в обработку. Буду добавлять удобрения. Буду добавлять инсектицид, прилипатель и стимулятор роста. У меня сегодня будет монокалий фосфат. Я долго думала. Или взять плантофол 5-15-45. Потому что как бы розы сейчас часть уже в бутонах. Часть с окрашенными бутонами. Сейчас конечно же для роз нужен калий обязательно. Но как-то по плантофолу у меня немножко стало менять сомнение. Розы, особенно кордоса, болеют. Я решила все-таки сделать обработку и подкормку одновременно монокалий фосфатом. Все-таки монокалий фосфат. Здесь вообще отсутствует азот. В составе только фосфора и калий. 50% фосфора и, как мы видим, 33% калия. Он устраняет слабое развитие корневой системы. Побурение краев листьев. Если есть какие-то ржавые пятна, он тоже хорошо работает против этого. Недоразвитие бутонов, недоразвитие соцветий устраняет. То есть как бы очень хорошее удобрение. По норме его будет идти 20 грамм на 10 литров воды. Силиплант. Вы знаете, что это удобрение очень хорошее. Я им уже пользуюсь буду сейчас четвертый сезон. Универсальное хилатное микроудобрение с высоким содержанием биактивного кремния. Очень хорошо укрепляет листовую пластину. Лист такой становится жесткий. Силиплант повышает механическую прочность тканей. Именно листовой пластины активизирует фотосинтез, снимает стресс у растений, усиливает действие пестицидов, улучшает структуру почвы. Вот сегодня у меня такой будет стимулятор роста. И присутствие кремния очень хорошо способствует укреплению самого растения. С прилипателя я буду добавлять вицид. Вот у меня уже его немножко осталось. Дальше буду пользоваться липосамом. Я прошлась по саду. У меня очень-очень много вижу листья побитые, как будто бы кто-то их, скажем так, грезет. Буду применять сегодня эйфорию. Это комбинированный инсектицид для листовых обработок. Работает против ряда вредителей. Трипсы, тля, плодожорка, белянка, капустная моль и другие. Фунгицид добавлять не буду. В предыдущей обработке у меня был фалькон. Следующую обработку буду добавлять, смотрите, по состоянию самих растений. Можно добавлять сейчас уже и привиквую энергию, можно добавлять топаз, можно добавлять ридамил гол, если сильно болеют растения. То есть будете смотреть по своему состоянию растений. Эйфория мне очень нравится. Я и буду пользоваться уже. Вот получается, это третий сезон. Это швейцарский препарат. Этот препарат быстро проникает через кутикулу насекомого и воздействует на нервную его систему. Что в течение нескольких минут приводит к прекращению пищевой активности. То есть этот препарат парализует самого вредителя. И очень-очень происходит быстрый эффект для самого растения. Как я сказала вначале, это комбинированный сектицид, ловодающий контактной системной активностью против широкого спектра вредителей на всех их жизненных стадиях. Начиная от личинки и заканчивая им мага. Обладает высокой эффективностью против вредителей зерновых, овощных, а также цветочник, декоративных культур. Так что будем сейчас разводить и будем делать такую баковую смесь. Как я говорю в своих во всех видео, сразу у меня идет смешивание препаратов. Идут сначала смешивание удобрения. Далее добавляю стимуляторы роста. Потом у меня идет, добавляются инсектициды. Вернее, первое фунгицид, а потом инсектицид. Но у меня сегодня фунгицида нет. Значит, у меня будет порядок удобрения плюс стимулятор, плюс инсектицид и плюс прилипатель. Сейчас все буду разводить в разных емкостях и буду смешивать и обрызгивать. Конечно же, мы все с нетерпением ждем обильного цветения роз. Я точно так же, как и все розоводы, жду. И мне очень интересно с нетерпением посмотреть каждый цветочек. Мне еще в комментариях задавали, как мои посадки весна 2023 года. Сейчас вам покажу мои черенки. У меня стоят под бутылками. Сейчас покажу мои молоденькие розочки, которые я садила весной, по которым я делала видео. Вот это у меня малыши. Эту посадку я, конечно, не показывала. Это те розы, которые были под бутылками. Я показывала, как я делаю посадку, как я их под бутылки. Хорошо розочки набрали, конечно, массу. Нормально все принялось. Все восемь розы, посаженных восемь, все принялись. И, конечно же, меня радует. Ну вот, смотрите, еще обзор. Это совершенно другая сторона моего сада за домом. Здесь тоже розы набирают мощь и силу. Вам также всем желаю... Вот еще молодые посадки весна 2023. Хорошо, розочки все принялись. Я, конечно, очень довольная. Желаю, девочки, вам также всем, чтобы ваши розарии вас порадовали обильным, пышным цветением. Я же говорю, мы все ждем, мы все одинаковые, с трепетом, с нетерпением. Вот, вот, вот. Вот на сегодня у меня такой обзор. Такая подкормочка для роз. Прекрасная подкормка, проверенная. Эти препараты между собой совместимы, ничего не сворачивается. Пожалуйста, применяйте, делайте обработку. Всем пока-пока.